МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыкальный изобретатель и как в руках умелого мастера может зазвучать пластиковая бутылка. Соревновались в меткости и тактике. Бийские баскетболисты приняли участие в матче звезд. Первая февральская отепель проявила себя не только в виде луж на городских улицах. В Бийске талыми водами затопило жителей верхних этажей некоторых многоквартирных домов. Третий этаж. Архен, что дома творится-то? Третий этаж. Это видео сняли жители дома 116-1 по улице Социалистическая. Талая вода с крыши здесь бежит прямо по лестничным пролетам. Примерно такая же картина в домах по улицам Мухачева, Декабристов и переулке Донском. Скорее всего, управляющие компании и обслуживающие многоквартирные дома своевременно не позаботились о том, чтобы очистить крыши от снега. Между тем, в ближайшее время синоптики обещают возвращение морозов. Значит, протекшая вода замерзнет, начнет еще больше расширять трещины в кровле. В Бийске на балкон жилого дома обрушилась огромная ледяная глыба весом в несколько десятков килограммов. Только по счастливой случайности не пострадал маленький ребенок, который на балконе спал в коляске. Подробности у Марины Волковой. Коляску с трехмесячным ребенком родители занесли в дом. Не успели закрыть за собой дверь, как сразу раздался грохот и звон битого стекла. Ледяная глыба согнула козырек балкона третьего этажа и всей массой устремилась на второй. Согнула мачту антенны, сломала стойку и пробила стеклопакет. Сильный удар по стеклу. Стекло влетает вовнутрь балкона. И мы все повыскакивали, что случилось, и видим в глыбу торчащую снега на первом этаже. Родственники девочки до сих пор находятся в шоке от мысли, что могло случиться. По их словам, домком неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой очистить крышу от снега и льда. Управляющие компании нам сообщили, что заявки выполнялись, причем накануне чрезвычайного происшествия. Однако с тыльной стороны дома, прямо над пивбаром, навесла зубчатая ледышка. И над другими балконами лед уже на честном слове держится. Убирать снег с надстроек – забота собственников, но жители уверены. Если бы снег с крыши был убран вовремя, такого бы не произошло. Если бы крыша была почищена, такого бы не было накопления снега, и с козырька постепенно снег бы скатывался и скатывался. Это было годами, этот козырек стоит, и постепенно он с него скатывался. Но накопление снега произошло к такому обрушению льда. Уже сегодня в 14 часов возле дома появилась автовышка. Рабочие занялись уборкой снега и сбиванием сосулек. Что касается поврежденного балкона, управляющая компания готова выслушать претензии и даже компенсировать пострадавшим ущерб. Но при своем условии. Балкон, он стоит в фотке, у нас есть балкон, нормально стоит. Но просто, что вот он, вот если у них документы еще есть, что они выдвинули балкон на полметра вперед. Если балкон не был бы выдвинут, то ничего бы не было. Однако в данном случае речь идет не только о финансовой стороне нанесенного ущерба. По словам родственников ребенка, он пережил сильный стресс от грохота во время схода льдины. И если невролог подтвердит психологическую травму, пострадавшие будут подавать на управляющую компанию в суд. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Буднин. Сгребли лишнее. В Бийске при демонтаже снежного городка на Петровском бульваре коммунальщики свернули элементы благоустройства. В частности, в огромных кучах снега сегодня наша съемочная группа увидела вырванную урну. О ситуации мы сообщили в управлении ЖКХ. Мультипликационные герои, которые украшали Петровский бульвар в новогодние праздники, сейчас превратились в огромные снежные глыбы. Вывозить их с парковой зоны никто, видимо, не собирается. Снег растолкали по периметру бульвара. Коммунальщики, сдвигая фигуры, свернули несколько элементов благоустройства. Теперь урны в сугробах. Одну уже нашли, другая, видимо, покажется только весной, когда растает снег. Кстати, от жителей города неоднократно приходили сообщения, что, борясь с сугробами, техника прихватывала лишнее и во дворах. В частности, у ряда домов также пострадали элементы благоустройства. Лавочки, урны и ограждения, установленные в рамках программы ремонта дворов «Городская среда». Добавим, что изначально в управлении жилищно-коммунального хозяйства говорили о том, что снежные фигуры будут радовать горожан до весны. Однако из-за пришедшего в регион потепления пришлось срочно принимать меры. Власти Бийска уже не знают, куда складировать снег. Все места практически полностью забиты. На днях в социальных сетях житель одного из домов по переулку Дружный разместил пост о том, что на стадионе «Прогресс» дорожники устроили снегосвалку. Снег вываливают на месте, где раньше была автостоянка. Сейчас территория пустует. Как нам сообщили в администрации «Нокограда», это место чиновники официально разрешили использовать под снегосвалку. Сегодня грязные валы везли сюда из микрорайона «Зеленый клин». Отметим, что использовать данный полигон могут только дорожные службы. В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Музыкальный изобретатель. И как в руках умелого мастера может зазвучать пластиковая бутылка? Соревновались в меткости и тактике. Бийские баскетболисты приняли участие в матче звезд. Чтобы мужское сердце покорить, Милена знает, что на праздник подарить. Отечество-защитник каждый. Быть должен дома, мягким и домашним. Пижамы, полотенца, домашние халаты. Любимые мужчины такой заботе рады. Распродажа шуб. Прямые поставки из Пятигорска. Скидки, акции «Меняем старую шубу на новую» с 12 по 14 февраля. Горнол Тайской 56, городской дворец культуры. Долгожданное шоу под дождем. Между мной и тобой. 23 февраля в городском дворце культуры. Билеты уже в продаже. Пора позаботиться о подарках для ваших мужчин. Большой выбор нижнего белья и уютных пижам предлагает торговая сеть Милена. Ждем вас на Гилёва 52 и Васильева 59. Слева от Васильевского пассажа. Чавыча, нерка, кижуч. Выставка камчатской рыбы. Несколько видов икры. Качественный продукт напрямую с Камчатки. С 11 по 16 февраля. Автоцемодные на Мерли на 27. Уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане. Правление Союза ветеранов Бийска поздравляет вас с 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Желаем вам всех благ, счастья, здоровья, удачи. 14 февраля в 10.30 состоится панихида в Успенском храме. 15 февраля в 12 часов митинг у Вечного огня. В 13.00 концерт в ДК Льнокомбината. Объединим память ради детей и внуков. Наш долг, чтобы в день 75-й годовщины Великой Победы имена наших ветеранов прозвучали в эфире бийского телевидения и навсегда сохранились в архивах сайта bivork.ru. Бийская медиагруппа продолжает масштабный медиапроект «Книга бийской славы и галереи героев». Присылайте фотографии и рассказы о своих фронтовиках и тружениках тыла. Дополнительная информация на сайте bivork.ru в разделе «Галерея героев» или по телефону 313507. Сегодня в Бийске стартовал конкурс «Настоящий мужчина». Только в этом году в нем участвуют не студенты, а преподаватели школ и колледжей. Впереди конкурсантов ждет череда непростых испытаний. И тот, кто наберет наибольшее количество баллов, станет победителем. Мы решили привлечь внимание к тем, кто достоин этого внимания. Да, учителей мужчин в школе пока немного. В среднем около 10%. Но, наверное, каждый из сидящих в зале точно помнит своих учителей мужчин. Есть анекдот, что когда из школы выгнали трудовика из рука, школа стала гимназией. На самом деле это действительно самая интересная работа. Именно у них, у этих мужчин, в школах есть свои кондейки, где любят собираться учителя. Именно вокруг них собираются коллекции в школах, которые становятся дальнейшими музеями. В нашем городе это уже шестой по счету конкурс «Настоящий мужчина». Помимо того, что в этом году изменился статус участников, поменялись и испытания. От некоторых и вовсе пришлось отказаться. Сегодня в первый соревновательный день прошло знакомство с участниками. А также конкурсанты отвечали на вопросы, которые касались профессии учителя. Само мероприятие проходит под эгидой Союза работников народного образования. Испытания будут проходить на протяжении двух недель. Итоги подведут уже в конце следующей недели, накануне Дня защитника Отечества. Это не только пропаганда учителя мужского рода, это еще и пропаганда того учебного заведения, в котором этот мужчина работает, в котором этот учитель работает. Не каждое учебное заведение пошло на то, чтобы поставить своего учителя. Ведь здесь не просто мы будем представлять этого человека, учителя. Мы же будем еще и приезжать именно в эту школу, открытый урок, будем обращаться к ученикам, к директору школы. Что из себя представляет этот учитель? И какая у вас школа? Почему именно в вашей школе работает этот человек? Тут просто много внимания будет удавляться именно учителю, школам, образованию. Есть смычок, но это не скрипка. Имеются струны, но это не гитара. Бийский пенсионер изобрел необычный музыкальный инструмент из подручных материалов и теперь играет на нем. Наша съемочная группа побывала в гостях у бийчанина и услышала, как может зазвучать пластиковая бутылка. Рейка от москитной сетки, пятилитровая бутылка и струна от гитары – это основные составляющие музыкального инструмента, который изобрел Александр Родин. Выйдя на пенсию, бийчанин начал больше времени уделять своим увлечениям. Так, три года назад, ремонтируя гитару, он сделал неожиданное для себя открытие. Чтобы гриф выравнивать, то нужно какую-то ровную-ровную линию, да? И к грифу прикладываешь, натянутую проволоку, для обязательно струна – это просто проволока. Прикладываешь и осмотришь, как выравнивать. Я потом смотрю – звучит. А чтобы был полноценный звук, полновесный, нужен резонатор. А в роли резонатора как раз и выступает пятилитрушка. Как говорит пенсионер, приличнее, пока ничего не нашел. Пробовал использовать коробку из-под сока, но с ней звук совершенно другой. Так вот вроде бы, ну, ничего, вот такой бежащий, нехороший звук. А вот. По словам бичанина, такой инструмент в домашних условиях сделать очень просто, лишь бы было желание. А вот освоить игру на нем гораздо сложнее. Спустя годы упорных тренировок 82-летний пенсионер делает это достаточно ловко. Александр Андреевич – самоучка. У него нет музыкального образования. Все произведения подбирает на слух. Кроме этого, у него третья группа инвалидности. На правой руке отсутствуют два пальца. Но все это не мешает пенсионеру развиваться. Он до сих пор ставит перед собой новые цели и в планах у него изобрести еще что-нибудь музыкальное. Кристина Мелехова, Андрей Сегаев. Будни. И к новостям спорта соревновались в меткости и тактике. Бийские баскетболисты приняли участие в матче «Звезд». На площадке культурно-спортивного центра «Льнокомбинат» прошла жаркая встреча между командами «Запад» и «Восток». В матче «Звезд» приняли участие лучшие игроки клуба в Бийской баскетбольной лиге. В общей сложности порядка 20 человек. В роли играющего тренера на площадку вышел воспитанник второй спортивной школы, заслуженный мастер спорта международного класса Сергей Грезин. Он поделился с молодежью своим игровым опытом. Матч получился достаточно красивым. Баскетболисты продемонстрировали точные попадания с дальней дистанции и эффектные броски сверху. Победу с преимуществом всего в одно очко одержала команда «Востока». Добавим, что в перерыве организаторы провели индивидуальные состязания для участников матча. В конкурсе по броскам сверху победил Николай Евдокимов. На трехочковой линии не было равных Вадиму Матвееву. А лучшим разыгрывающим стал Дмитрий Ильясов. Что касается зрителей, то у них тоже была возможность проявить себя в бросковых конкурсах. Победителям вручили футболки с изображением известного американского баскетболиста Коби Брайанта. Тем самым бичане почтили память погибшего в авиакатастрофе спортсмена. Гастрономическое изобилие. Крупнейшая выставка камчатской рыбы и морепродуктов снова приехала в наш город. На ярмарке, которая будет работать до конца этой недели, можно приобрести также восточные сладости и абхазские специи. Пряноаромат так и манит с порога к себе, а изобилие выбора восхищает. В Бийске в очередной раз откроется крупная выставка, которая сможет утолить самых требовательных гурманов. Палтус, белорыбица, нерка, кижуч, царица лососевых, чавыча. Ассортимент рыбы обширный. Есть даже королевский кальмар и, конечно же, отборная икра. Мы уже брали не первый раз рыбу камчатскую. Очень нравится, вкусная. Особенно малосол, которая свеженькая. Для тех, кто бережет фигуру – адыгейский сыр. Он изготовлен с помощью пастеризации при высокой температуре. Адыгейский сыр по праву можно назвать диетическим продуктом. Он оснащен высокой пищевой ценностью и содержит биологически активные вещества для организма. Для любителей сладкого на прилавках разложены восточные сладости из Турции. Здесь пахлава, халва разных вкусов, нуга и нежнейший лукум. Ну, я взяла халву попробовать. А вот это вот я не знаю, что это такое. Ну, попробовать охота. Кроме того, привычным рыбным и мясным блюдам вы легко можете добавить пикантности. На выставке представлен широкий выбор абхазских специй. Одним из достояния этой кухни является аджика. Она как раз подходит для зимы, так как может помочь укрепить ваш иммунитет. Выставка продажи камчатской рыбы, восточных сладостей и абхазских специй будет работать в Биске с 11 по 16 февраля в торговом комплексе «Модный» на первом этаже. И настало время рассказать о погоде. Спонсор прогноза – ювелирный дом «Золото России». «Золото России» – нам лучше быть вместе. Ювелирный дом «Золото России» объявляет распродажу коллекций прошлых сезонов со скидкой 50%. Ювелирный дом «Золото России». Улица Васильева, 46. 11 февраля в Биске будет переменная облачность. Ожидается снег, ветер северный слабый, сменяющийся северо-западным. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитное поле Земли спокойное. И о температуре ночью – минус 5, минус 7, днем – минус 7, минус 9 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Биск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Биск и рабочий» bivork.ru. Счастливо! Еще увидимся!